Бухарь, ты меня слышишь? Да, Дик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет! Нет! У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Мне бы... Мне бы... Не знаю. Можно более чего-нибудь? Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Сэн Джон, это Колб. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона, это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь, отбой. Ну, отбой так отбой, а мы-то с вами продолжаем. И это вторая часть ознакомления с игрой Days Gone. Приветствую всех на канале Airzone Game. Давайте посмотрим, что это за игра, с чем ее надо есть. Первые минуты посещения в этой игре, на самом деле, мне не очень понравилась. Игра какая-то странная. Дело еще в том, что на данный момент я сам для себя уже во второй раз перепрохожу игру Red Dead Redemption 2. Которая мне очень нравится. Просто я балдею от этой игры. Открытый мир, свобода действий. Естественно, ограниченная свобода действий. Но, тем не менее, RDR 2, все-таки, мне кажется, шедевр. Естественно, волей-неволей я сравниваю эту игру, потому как даже механики игровые очень похожи. Там лошадь, здесь мотоцикл, там открытый мир, здесь условно открытый мир. И сейчас вы это можете заметить, да? Мы ездим по коридорам. Но есть и очень большие локации в этой игре, в Days Gone. В отличии, конечно же, от RDR 2, где действительно открытый мир. Здесь же он такой, условно открытый. Ну и этот мир не интересен. Вот он, блокпост Неро. Надо найти медикаменты для бухаря. И, в общем-то, вот такими вот вещами, как вот нахождение вот таких вот блокпостов Неро, выполнением заданий и зачисткой гнезд, которых я уже показывал в первой серии. Ну, еще мы, наверное, что-нибудь позачищаем здесь. Тут и надо заниматься. Как я сказал, мир неинтересный. Вот его, в отличие от того же RDR 2, изучать неинтересно. Во-первых, мешают зомби. Они везде здесь, в абсолютно везде. Очень редкое место, где их нет. А так они 1, 2, 3, но все равно где-то будет ходить рычать. То есть так просто побродить и что-то поизучать здесь не получится. Ну и основная задача это вот. Нам надо отыскать вот такой блокпост, завести генератор. У каждого блокпоста будет стоять генератор. Но они всегда будут без топлива. Поэтому нужно будет найти топливо. Обезвреживаем все, кто рядом ходит. Обычно их ходят немного. Но эти блокпосты, они абсолютно разные. На каких-то 2-3 зомбака шляются, а на каких-то действительно огромной кучи ходят. Плюс еще нужно обязательно обезвреживать вот такие вот громкоговорители. Когда вы запускаете генератор, эти громкоговорители начинают вещать о том, что надо сюда сойтись. Ну и в общем зомби сбегаются на этот шум. Обязательно сначала надо оббежать и найти все вот эти громкоговорители и срезать их. Также для лута здесь есть машины. В основном машины эти, это вот полицейские, там мы находим патроны. Скорая помощь, там мы находим аптечки. И эвакуаторы, тут мы находим бензин. Кстати говоря, вот если кто-нибудь играл в игру, например, Miss Survival, то есть в тумане, выживание в тумане, не знаю, видимо, разработчик той игры, Miss Survival, тоже был вдохновлен вот этой игрой, потому что он воссоздал там практически то же самое. Точно так же разбросаны машины. Даже локации очень похожи на игру Miss Survival. Далее мы заправляем. Лучше заправить еще мотоцикл, потому что такого как инвентарь здесь в принципе нет. Я не знаю, может быть в дальнейшем у мотоцикла появятся кофры, и туда можно будет что-нибудь складывать. Но на данный момент мы взяли канистру, и надо ее потратить сразу же на месте, потому что взять ее с собой нельзя. Ну ладно, мы заправили мотоцикл, заправили генератор, все, данный пост активировался. Теперь мы сюда заходим, и это как чекпоинт, то есть точка отсчета. Здесь можно сохраняться. Вообще здесь сохранение происходит возле мотоцикла. Подходим к мотоциклу, нажимаем кнопку R, и идет сохранение. Но вот такие вот посты, которые мы запитали током, они как бы становятся таким вот неким чекпоинтом, куда мы можем зайти, пополнить свое здоровье, пополнить боеприпасы, ну или переночевать. Здесь можно ночевать, потому что основная масса зомбей ходит ночами. Ну а мы, естественно, хотим бегать днем, поэтому здесь надо ночевать. Еще одна из фишек вот таких вот постов, можно найти вот такой вот инъектор, который, как вы можете заметить, может повысить вам три каких-нибудь уровня. Я все время прокачиваю, ну по крайней мере пока прокачиваю здоровье. То есть нажимаем на букву E и делаем себе инъекцию. Пополняем тем самым плюс, по-моему, 25 единиц, да, 25 единиц сверху к здоровью. Ну и вот мы выполнили одно из заданий, нашли лекарства для нашего друга. В общем-то можно отправляться дальше в путь. А можно переночевать. Я решил поехать в ночь. Ну просто для того, чтобы посмотреть, что здесь будет ночью. Ночью можно увидеть Орду, так называемую. Это когда много зомбей бежит кучей прямо. Но они бывают только ночью. Они обычно днем прячутся в пещерах. Тоже такой отсыл к фильму «Я легенда», наверное. Где тоже зомби, очень, кстати, похожие по поведению на зомбей вот этих вот, прятались в темноте днем и только ночью выходили. Надо отметить, что очень прикольно сделана сама механика вождения на мотоцикле. Мне не понравилась скорость. Скорости здесь практически нет. А вот, кстати, животные, которые попадаются здесь тоже. А вот как он едет, вся физика вождения мотоцикла, очень прикольно. Кстати, зомби можно сбивать, но это можно делать не очень много. И может получиться и вот так вот. Ну, не зомби меня сбил, а волк, которые здесь тоже бегают. Волки, олени. Еще какие-то есть зубастики, которых я еще не рассмотрел. Но точно так же вас может сбить с мотоцикла и зомби. То есть, постоянно давить их тоже не получится. Это все к тому, что, я говорю, мир не очень интересен. Потому что, ну, редкий момент, когда вы можете слить с мотоцикла и куда-то пойти в мир, посмотреть что-нибудь здесь вокруг. Он очень скучный мир. Здесь, в общем-то, и смотреть не на что. Да и зомби вам этого сделать не дадут. И вот, кстати, по аналогии с RDR 2, можно так же, как видите, и разделывать тушки. Ну, правда, такой красивой анимации, как в RDR нету. Ну, здесь тоже есть анимация, но только она закрытая. И после того, как мы, типа, что-то сделали с волком, волк так и остается лежать. А в RDR, да, там лежит просто тушка разделана. Ну, а здесь просто на волке появляется пятно крови и, в общем-то, все. Ну, вернемся к мотоциклу. Потому что, вот, именно мотоцикл, это мне и понравилось, как сделано. Действительно, если вы когда-нибудь ездили на двухколесной технике, вы поймете, о чем я говорю. Мотоцикл действительно имеет свой вес. Вот, когда вы едете на мотоцикле, а он здесь ездит очень медленно. Кстати, его надо постоянно чинить, и топливо кончается просто, ну, просто неимоверно быстро. Не знаю, может быть, в дальнейшем, когда прокачаем мотоцикл, это все изменится. Но вот на данный момент и топливо, и мотоцикл ломаются очень быстро. Вот само поведение мотоцикла, так как ведет себя персонаж на мотоцикле, прямо ощущается вот его именно вес мотоцикла. Он прикольно. Иногда, правда, колеса проваливаются слишком глубоко в текстурке, такие вот есть нелепости. Но мотоцикл, вождение мотоцикла в игре очень прикольно сделано. И вот как он перевешивает мотоцикл вправо-влево, когда потихонечку ездишь. Если кто-нибудь ездил, например, на Чопере, тяжелый мотоцикл большой, вот он ведет себя примерно так же, если ехать на небольшой скорости. Прикольно сделано. Но скоростей в этой игре нету. К сожалению, нету. И когда мы вот таким вот образом сбиваем этих зомби, мотоцикл тоже страдает. То есть невозможно ездить и постоянно их дубасить. Я принес кое-чего тебя полечить. Бухай. Черт. Бухай! Эй! Что? Да тихо ты, псих! Черт, Дик. Я же тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет. Не надо. Покажи мне руку. Не надо! Все, все! Псих. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Ну и вот, наконец-то, я надеюсь, что закончилось повествование и ознакомление с игрой. Игра, в общем-то, показала все возможные механики взаимодействия. Очень надеюсь, что на этом все диалоги, по крайней мере, большая их часть. То, что я посмотрел и в первой серии показал. И вот сейчас очень много диалогов, очень много кат-сцен. Очень надеюсь, что все они сейчас закончились. И уже можно переходить непосредственно к геймплею. Но это мы уже увидим, наверное, в следующей серии. А на этом спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго и увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok